Стремительный взлет Конора МакГрегора в статус суперзвезды ММА был самым быстрым в истории смешанных боевых искусств. Его врожденные остроумие, обаяние и яркая личность быстро привлекла внимание людей, когда он подписал контракт с UFC в 2013 году. Конор МакГрегор обладает способностью раскрутить бой за считанные дни, и за три года в промоушене именно он больше всего повлиял на то, что прирост фанатов смешанных боевых искусств вырос более чем в шесть раз. Звезда такого масштаба не была рождена за один день. Его железная уверенность в себе, его способность оставаться спокойным в самые напряженные моменты боя, сыграли свою роль в завоевании статуса звезды платных трансляций. В этом видео мы рассмотрим некоторых людей, места и философии, которые оказали влияние на Конора МакГрегора на протяжении многих лет, и помогли сформироваться в суперзвезду ММА. Вполне вероятно, что без своего тренера Джона Кавана Конор МакГрегор не занимался смешанными боевыми искусствами, не говоря уже о всемирной популярности и миллионным контрактам. И это не преувеличение. Сам МакГрегор говорил, что если бы не Каван, который мотивировал его и не раз возвращал назад к тренировкам, то его не было бы в этом виде спорта. Каван является первопроходцем ММА в Ирландии, когда начал обучать 16-летнего МакГрегора боевым искусством. Влияние Кавана хорошо прослеживается из истории, рассказанной МакГрегором, когда на старте своей карьеры он хотел уйти из спорта после своего поражения. Но его мать, видя, что жизнь сына сходит на нет, пошла к Кавану и попросила его поговорить с Конором. Каван пришел к ним домой и убедил МакГрегора вернуться к тренировкам и продолжить свою карьеру. В итоге Каван остается с Конором по сей день. В недавнем интервью МакГрегора попросили описать своего тренера, и тот сказал, что Каван гений, когда бой доходит до рукопашного боя, то подготовка, которую я получаю от него, играет ключевую роль. И к тому же Джон Каван тот, кто создал меня, сказал Конор. Трудно найти бойца ММА, который не восхищался иконой боевых искусств Брюсом Ли. И Конор МакГрегор не исключение. Это не просто слова, Брюс Ли был человеком, включающим в себя все аспекты боевых искусств и даже создав собственное боевое искусство Джит Кун, которое описывал как стиль отсутствия стиля. Универсальность Брюса Ли и его философия боя позволяет записать его в одного из отцов-основателей смешанных боевых искусств, который много лет спустя пришел покорять и Конор МакГрегор. Однажды МакГрегора спросили, оказал ли Брюс Ли на него какое-то влияние. И тот ответил, что безусловно, его философия, его вера в то, что не было никаких стилей. Если вы специализируетесь на одном стиле, то вы отстаете в десяти других стилях. Он был бесформенным, он был адаптирован ко всему, и я учусь тому же. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok которые продали компанию за 4,2 миллиарда долларов, которые купили за 2 миллиона. Хорошо известно, что у МакГрегора стало традицией отмечать свою очередную победу в UFC в кругу Лоренцо и Френко, что оказало влияние на бойца не только в его восхождении к миллионным контрактам, но и в других аспектах жизни бойца. Слушай, они донны, они рулят Лас-Вегасом, и я беру с них пример, как вести дела, и даже в семейных делах. Я знаком с их семьями и учусь с них, как идти по этой дороге жизни. И что по-настоящему важно, а что нет. Семья намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Я 10 лет пахал, не видя ничего вокруг, и вот сейчас я понимаю, как эти люди с кучей денег добиваются успеха. Они поддерживают тех, кто их окружает, делятся опытом и как результат поднимаются еще выше. Это я понял именно после общения с Лоренцо и Френком. И делаю так же в своей жизни, говорит Конор. Так же, как и Брюс Ли, легенда бокса Мохаммед Али, был тем идолом, на которого смотрел с восхищением молодой Конор Макгрегор. Я восхищался его умением уклоняться от ударов. Он был лучшим боксером с лучшей защитой в истории, и вы просто не могли попасть по нему. Плюс к этому он всегда настолько был уверенный в себе, даже в каких-то совершенно нереальных вещах, что все вокруг так же начинали в это верить. А это признак величия, говорит Конор. Мохаммед Али был первым настоящим бойцом, от которого я фанател. Когда мне было 11 лет, я все время смотрел с ним видео. И однажды я ввязался в драку на улице. Позади меня был забор, кто-то ударил меня сбоку, я сделал движение и сказал «Мохаммед Али!» И бросил хук. Парень покатился, я въехал ему коленом и повалился на него. А потом... потом появились его друзья. Их было шесть. Ну и они надрали мне задницу. Конору Макгрегору часто приписывают закон притяжения, как такой, что имел большое влияние на то, как он сегодня живет. В данную философию Макгрегор был введен своей старшей сестрой Эрни Макгрегор, культуристкой и фитнес-моделью, которая была очарована книгой «Секрет» Ронды Бёрн на эту тему. Поначалу молодой Макгрегор скептически отнесся к этой книге, но потом послушал ее аудиоверсию, и кое-что в нем поменялось в плане позитивного мышления и реализации своих желаний. Он начал использовать данный метод на небольших вещах, но потом использует все шире и шире, аж до того, как стать чемпионом UFC. Семья Макгрегора увидела кардинальные изменения в поведении Конора. После того, как он стал более уверенным и откровенным в плане того, чего он хочет достигнуть, и в последующие годы нерушимая вера в себя стала одним из главных активов на пути к становлению суперзвезды ММА. Победитель первого турнира UFC 1993 года Рос Грейси вдохновил, наверное, каждого бойца ММА на занятия этим видом спорта, но на формирование Конора Макгрегора повлиял Риксон Грейси, сводный брат Роса Грейси. Именно Риксон был выбран для выступления на UFC 1, но споры внутри семьи привели к тому, что именно Рос Грейси получил билет на турнир. Статистика Риксона Грейси впечатляет 11 побед и ни единого поражения. Риксон Грейси принес в ММА непревзойденное умение контролировать свое дыхание во время боя, на что и сделал акцент Конор Макгрегор, который в интервью заявил, что Риксон Грейси является еще одним человеком, который оказал на него ключевое влияние из-за его умения контролировать свое тело и дыхание. Если ты контролируешь свое дыхание, ты контролируешь ход боя. И Риксон был асом этого, заявил Макгрегор. Основным источником мотивации для молодого Конора Макгрегора в начале его карьеры стал товарищ Том Игон, который стал первым ирландцем, что когда-либо выступал в октагоне UFC. Для Макгрегора ночь на арене О2 стала особенной. Он был одним из 10 тысяч человек, что смотрели с трибун UFC 93 в январе 2009 года, когда Игон хоть и проиграл техническим нокаутом в первом раунде, но все равно остался героем на родине. За то, что наконец-то сломал барьер и показал молодым бойцам, в числе которых был и Конор, что если они действительно захотят, то могут реализовать свои мечты и пробиться в UFC. Когда я сидел здесь в толпе на этой арене и видел ребят, что выходят в октагон, я понял, что тоже мог бы оказаться на их месте. Я поставил себе цель, каждый день шел к ней. И вот я здесь, я на вершине, говорил Конор пять лет спустя в интервью MMA Fighting на той же арене. С самого начала своей карьеры Конор показал свою преданность родине, болельщики которой стали источником его мотивации и силы во время боя. Ирландские фанаты всегда с Конором и после боя на UFC 178 он прокомментировал это так. «Я хотел приехать сюда в Америку и показать общественности новую эру борьбы с ирландцами. И я привез всю свою страну со мной. Если один из нас идет на войну, то мы все пойдем на войну», сказал Конор. Макгрегор всегда выходит завернутым в ирландский флаг и под музыку ирландских исполнителей. Несмотря на то, что Конор сейчас мультимиллионер, он остается верным своим корням и в основном живет в своей родной стране Ирландии. Бойцы ММА нанимают тренеров для разных дисциплин, таких как бокс, муай-тай, джиу-джитсу, борьба. Но Конор Макгрегор раздвинул границы еще шире, когда привел в свой лагерь израильского специалиста Ида Портала, который учил Конора правильным движением. Конор давно говорил, что он увлекается правильными движениями и перемещениями в октагоне. И это то, что было общего у него с Порталом, который посвятил этому жизнь. «Я изучаю все виды движения. Мне нравится, как тело движется. Мне нравится смотреть на людей, которые имеют полную свободу движения и контроля своего тела. Я изучаю движения животных, которые изящны. Я люблю движения в целом», говорил Конор. «Макгрегор действительно следовал за мной некоторое время, смотря на мои видео и используя их в работе, пока не пригласил меня в свой лагерь», говорил Портал в 2015 году. В процессе подготовки к бою с Жозе Альдо на UFC 193 Портал внес существенные коррективы в подготовку Макгрегора, которые включали необычные движения и упражнения. После боя с Альдо Портал стал неотъемлемой частью команды Конора, который приглашает его на все свои сборы. Многие бойцы ходят в зал, и у них есть стандартный тип тренировки и стандартные упражнения. Они следуют этому, и это становится просто ежедневной рутиной. Ничего нового, никакого мышления вне рамок. Единственная разница между бойцами – это, возможно, что один сильнее бьет, чем другой. Так что моя особенность – это мой IQ, сила моего мозга и моя способность видеть цельную картину. Человек, который был с Конором с самого начала его карьеры, поддерживая его во всем – это Ди Девлин. Пара впервые встретилась в ночном клубе Дублина в 2008 году. И с тех пор они были неразлучны. В то время никто не знал, кто такой Конор. Он был безработный и жил на пособие, но Девлин никогда не сомневалась в нем и была верна Макгрегору. В интервью Конор заявил, что Девлин его поддерживала, возила в тренажерный зал, слушала все его мечты и говорила, что в него все выйдет. Несмотря на отсутствие денег, следила за тем, чтобы он правильно питался. «Если бы не Девлин, я бы не занимался этим. Она спасательница для меня. Я все делаю ради нее», – говорит Макгрегор. «Раньше я работала много часов каждый день. Была секретарем в больнице. Иногда мы даже не виделись с Конором. Но когда я его возила в зал или забирала его оттуда, мы слушали музыку, и он говорил мне, что мы будем жить прекрасной жизнью. Я помню эти слова до сих пор». Спасибо за просмотр видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Напишите в комментариях, как вы относитесь к главной звезде ММА. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»